По окружности радиусом 40 сантиметров катится колесо радиусом 18 сантиметров. В колесо вид мостик, который, удаляясь об окружность, оставляет на ней отметки. Скажите, пожалуйста, сколько раз прокатится колесо по всей окружности, прежде чем гвоздь попадет в уже отмеченную точку? И сколько всего отметок оставит гвоздь на окружности? По окружности радиусом 40 сантиметров катится колесо радиусом 18 сантиметров. Пока все понятно? В колесо вид мостик. Ну, иногда ту же самую задачу формулируют капелька черной, которая оставляет. В колесо вид мостик, который, ударяясь об окружность, оставляет на ней отметки. Сколько всего таких отметок оставит гвоздь на окружности? И сколько раз прокатится колесо по всей окружности, прежде чем гвоздь попадет в уже отмеченную ранее точку? Я думаю, можно сказать. Колесо, получается, катается по кругу. Там есть гвоздь. Диаметр колеса 18 сантиметров. Получается гвоздь удален об асфальт, и через 18 сантиметров он тоже опять ставит гвоздь. Да, и что дальше? А где это такое? Это совсем простая. Смотрите. У нас есть колесо радиуса 40. И здесь есть поменьше колесо радиуса 18. Смотрите, что можно сделать. Вот в какой-то момент у нас гвоздь воткнутся. Посмотрите, пожалуйста, когда колесо будет катиться. Вы понимаете, что у нас, когда прокатится гуга, то оно сюда прокатится. Замечательно. Когда в следующий раз гвоздь отверстия. Когда все это отверстия. Нет, 36 метров, конечно. А через 18 сороковых от этой окружности. Объясняю. Чему равна длина вот этой окружности? Помните формула такая 2πf? Длина окружности радиуса f. Значит, длина вот этой большой окружности это 2π умножить на 40. А длина маленькой окружности 2π умножить на 17. Понятно? На самом деле А что это? Отношение длины окружности к ее диаметру. Это надо знать. Вот когда у вас их окружность любая, то вы можете посчитать ее длину и можете посмотреть ее разницу. и с и то получаете речню, которая не зависит от адреса. Потому что если раз увеличится радиус, то соответственно, столько же раз увеличится длина. И это некое важное число. Понятно? Обратите просто внимание. Поскольку есть такая штука как вписанный правильно то вот эта величина очевидна больше шести. Понятно? Ну потому что вот эта длина она больше р, ну каждый взгляд больше р, значит вот это число 2π, оно больше шести. Можно посчитать, доказать, что π это π 415-92-6 и так далее. Ну там еще бесконечно много цифр, но для практических радостей этого абсолютно достаточно. Так вот, это важно. Ну смотрите, для нашей задачи это как раз абсолютно не важно. Почему? А потому что мы можем ввести новую единицу измерения длины. Не сантиметр, а 2π сантиметра. Понятно? И тогда получится, что фактически вот этой длины 40 новых единиц, а здесь у нас 18 новых единиц. И получится, да, это не счет, это очень важно. Когда имеете дело с окружностью, нет никакой необходимости рисовать ее вот так вот. Можно знать, что вы не рисовали, но не отрезать. То есть вот вы эту полость ее разрезаете и раскалите. И тогда у вас будет 40. Повторяю, на самом деле 40 умножить на 2. Это окружность. И там у вас будут деления. Через сколько будут деления? Через 18 умножить на 2. Понятно? И в результате фактически будет такая история. Будут такие. Это я второй раз рисовал ту же самую окружность. Вот. Еще раз 40 на 2. Понятно? И у нас здесь будет идти. И здесь будет идти по 40, а там будет идти по 17. И возникает такой вопрос. Когда вы идете по 18, сколько там раз? И по 40, сколько там раз? Какие наименьшие правильные числа А и В, чтобы такое разница выполнялась? Ну очень легко. Это делится на 9, а 40 не делится. Взаимно просто с числом 9, да? Значит B разумно взять 9. Так? Меньше чем 9 нельзя. Иначе не поделится. То есть если B возьмешь 9, то здесь будет 360. 360. 360, 360, 918 будет сколько? 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 20. 20, конечно. Но и 20. Мы полностью решили задачу. Полностью решили задачу. Получается, что 20. Вот таких вот что еще. Будет 20. 20 отметок и 9 оборотов. Главное, что я здесь сделал для упрощения задачи. Я сказал, что вообще-то длину не обязательно измерять в сантиметрах. Длину можно измерять в 2π умножить на сантиметр. Это понятно? И поэтому вот этот 2π я просто перестал писать. Почему? Потому что 2π есть и у одной окружности, и у другой. Такой же 2π. И фактически поэтому получилось, что вот этот 2π. У нас откладывается 18 штук, когда движешься по окружности. Так? До момента, когда будет следующая сантиметра. Дальше. Чтобы не рисовать круг, я нарисовал отрезок длины 40. Это понятно? Да. Но поскольку движение происходит вокруг, вокруг и вокруг, то я этих отрезков длины 40 нарисовал что? Нет. Много. Я их отрезал 2. Но вообще не имеется в виду, что и направо можно нарисовать, рисовать, рисовать. И задача свелась к гораздо более понятной. А именно, к тому, что мы входим отрезком длины 18 по прямой, которая размечена на отрезке длины 40. И теперь вопрос, когда зацепляться? Понятно, когда зацепляться? Когда гость впервые упадет в точку, с которой он вышел. То есть, когда мы отрезками длины 18 наберем столько же, сколько отрезками длины 40. Вот оно, правда, написано. 18 умножить на А, это 40 умножить на В. А дальше есть такое понятие, наименьшее общее кратное. И чисел 18 и 40, наименьшее общее кратное, это 360. Как его искать, я объясню. 18 это 9 умножить на 2. При этом 40, взаимно просто число 9. И, наоборот, 9 на 2. И поэтому Б надо взять 9. Понятно сейчас? Да, понятно. Почему на 9 обороте, понятно? Откуда берется 69 умножить на место? На 9 обороте, где мы расположены, делают это. И вот. И почему 20 это метр? Тоже понятно? Да или нет? Понятно. Ну, 20, 20 раз больше 20. Сударились.